Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Я не буду из соображений конфиденциальности и этики некоторые моменты текста зачитывать. Мне кажется, что это не совсем уместно. Но вот зачитаю определённую часть и, соответственно, её зачитаю и отвечу по всему вопросу вашему. Значит, расстались с мужем полгода назад, пишите вы, но ещё находимся в браке. Вот это интересно. То есть расстались, 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 да, но не развились. Тут какой момент? Тут момент, что, ну, пока вы всё ещё в браке, да, пока вы всё ещё в браке, даже если вы, ну, как бы не развились, но всё равно вы до сих пор в браке, то, наверное, как-то вот двигаться дальше, да, наверное, невозможно, к сожалению. Вот. Поэтому расставание здесь, если произошло, то оно произошло не полностью. Оно, судя по тому, что мы можем видеть, не завершилось до конца, по крайней мере. И, соответственно, ну, можно, наверное, говорить о том, что вы до сих пор переживаете эту историю, до сих пор как-то вот находитесь в этом, несмотря на то, что вы отошли. Вот. Потому что, ну, вероятно, вы не можете жить дальше из-за того, что как раз-таки вот не завершились отношения у вас. Ну, опять же, да, вот, на мой взгляд, по крайней мере, они не завершились. То есть, понятно, что тут могут быть разные, значит, ситуации, да, понятно, что... Может быть, вы считаете по-другому, но вот тут вот такой довольно есть странный момент, что вот вроде как не вместе, да, вроде как еще вместе. Вот. Значит, то, что расставание, значит, у вас случилось тяжело, да, ну, это нормально, в принципе. Вот. Я бы сказал, что это у всех людей редко происходит, ну, вот, скажем так, неэмоциональное расставание. Вот. Поэтому абсолютно нормально, что переживаете вы это нелегко, вот, переживаете вы это тяжело, и тем более есть вот некоторые такие, получается, отлегчаются отлегчающие моменты у вас, вот, ну, ввиду каких-то обстоятельств, да, вот, которые, вот, вы описываете в том числе. Вот. Сейчас мы это тоже рассмотрим. Расстались по его инициативе, очень эмоционально, он меня отверг, сказал, что разлюбил, у меня она тоже присутствовала, поступил очень некрасиво, брал, выкручивался. Ну, смотрите, вы пишете о том, что, значит, порождались по его инициативе, да, и то, что он вас отверг. Вот. То, что он вас отверг, вызывает вопрос, вот, то есть, почему вы решили, что он вас отверг, именно. Вот. То есть, ну, разлюбил, да, действительно, действительно, мог разлюбить, это правда. Вот. Действительно мог разлюбить. Почему отверг? Не понятно. Ну, то есть, как бы, как бы здесь вот не было вашего, вашей такой проекции, да, как бы здесь не было такой истории, что вы приписываете, приписываете человеку, то, чего он не делал. Вот. То есть, ну, именно вот, если мы говорим о отвергании. Вот. А то, о чем вы говорите, вот, в какой-то степени, косвенно, косвенно вы говорите о том, что он выкручивался, поступил очень красиво и так далее. Вот. Это как раз таки свидетельствует больше Apple, что он вас не отверг. Ну, если человек отвергает, да, если человек отвергает, то не выкручивается, не врут, от него просто уходит. И это значит, по-видимому, это значит, что отвержение вполне вероятно ему приписали вы. То есть, то есть, вы увидели в этом отвержение для себя. Вот. Вот. А вопрос, как, вопрос, почему, вопрос, всегда ли вы, вот, были готовы к тому, чтобы воспринимать, вот, какие-то действия как отвержение человека, да? Это вопрос. Это вопрос хороший. И на этот вопрос нет ответа пока. Пока что нет ответа на этот вопрос. Вот. Вы его не даете. Но это нормально, это нормально, вы не можете на него дать ответ. Вот. 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 Но отвержение пока что выглядит больше чем-то, что вы сами почувствуете. то есть, нормальный, нормальный, нормальный феномен, такой феномен как уход любви, вы восприняли как отвержение. Вот. В остальном, в остальном, измена, это травма, в остальном, ну, расставание с человеком, тоже, тоже травма. Вот. Это правда. Это правда. Вот. И вам эту травму нужно прожить, прожить все чувства, значит, которые у вас есть, ну, которые у вас есть. То есть, вот, грубо говоря, то, то именно, вследствие чего вы так долго отходили, отходили от вставания. Никто не говорит, что вы должны были отходить быстро, но все чувства, с которыми вы столкнулись, вот, отходя. Вот. Вот эта история нуждается в корректировании, эта история нуждается в проживании, в завершении, если хотите, если хотите. Вот. Вот. Сейчас у вас это как будто бы не завершено, опять же. Ну, опять же, с другой стороны, может быть, это только так выглядит, да? То есть, может быть, на самом деле нет, может быть, на самом деле вы уже подпросили это, если так, то хорошо, но вот пока что выглядит это не очень здорово. Для вас не очень здорово это выглядит, это выглядит не очень хорошо, с точки зрения того, как вы принимаете решение, вот, с точки зрения вашей реакции, да, вот, и так далее. Все так все, к сожалению, выглядит, ну, совсем, совсем не хорошо. Вот. Дальше. Значит, я очень переживала, трудом отошла от происходящего, но больше не инициировала общение, он тоже. То есть, у вас здесь были, получается, случаи, когда вы общение инициировали. Поправьте, если я не прав, если я ошибаюсь. Вот. То есть, вы как будто бы на определенном этапе контакта с человеком инициировали общение. Хотелось бы узнать, значит, о чем. Вот. Хотелось бы узнать, чего вы ожидали от такой инициации общения. Наверное, хотели отношения восстановить. Вот. Ну, как-то это не состыковало с тем, что вы сами говорите о том, как человек не хорошо поступил с вами. Вот. То есть, изменял вам больше, больше. Вот. И изменял, и врал. То есть, вот, ну, многие, ну, какие-то моменты, которые вам не нравятся. Вот. И несмотря на это, несмотря на это, вот, как будто бы вы все равно хотели его вернуть. Вот. Значит, ваша здесь потребность, да, то есть, с чего вы хотели, пытаясь его вернуть. Вот. И повторюсь, самый важный вопрос, на мой взгляд, это вопрос, касающийся того, из-за чего вы переживали. Ну, переживали или переживаете. Вот. То есть, вот, ну, такое сильное переживание, от которого вы так долго отходили. Вот. Очень важно его увидеть, с чем оно связано, это переживание. Вот. Опять же, не в смысле того, что его не должно быть. А именно, в смысле того, с чем оно связано. С чем вы, ну, столкнулись с таким. Для себя. Вот. С чем таким вы столкнулись, столкнулись. Вот. Что вот вам так? Больно было, тяжело и так далее. Вот. Если есть ощущение, что, значит, ну, если есть ощущение, что вы что-то потеряли, если есть ощущение, что вы чего-то лишились. Вот. Хотел понять, чего. Это очень важный момент и на это нужно обратить. Обратить внимание. Серьезное внимание. Вам. Дальше. Значит, сейчас вы о нем кое-что узнали. Сердце вас зашумило. Думайте о нем, круглосуточно бессонница. Как же так, я супругу оставлю в стороне. Как вы считаете, могу ли написать ему свои слова по девушкам? Они ненавидимы уже, но я их не переживаю или уже оставить его в покое. Вот. Что осталось после этого следующее. Значит, все было бы хорошо. То есть, все слова поддержки – это нормально. То, что вам хочется поддержать человека – это нормально. Это естественно. Человек оказался в, вероятно, непростой ситуации для себя. Вот. И, действительно, поддержка ему, возможно, была бы нужна. Но. Но. Проблема не в этом. Проблема не в этом. Проблема в том, что вы говорите «Я супруг». Вот. Вот если… Если есть проблема, то она заключается в том, что вы позиционируете себя как супругу, а вы не супруга. Уже эмоционально вы продолжаете оставаться его супругой. А вы уже не супруга. И вот это и является проблемой. Понимаете? И вот вопрос. Исходя из этого, да? Вот. Исходя из этого вопроса. Вы хотите ему слова поддержки написать, если предположим, что вы напишете. Для чего? То есть вот написаем слова поддержки, чего вы, ну, будете ждать, ожидать от него и так далее. А если он вам ответит? Вот. Если он вас встретит тепло, что будет тогда? Да? Или вы думаете, или вы думаете, что, значит, ну, при условии, при условии, да, что как-то вот он вернется? Вы думаете, что что-то изменится между вами? Вы думаете, что куда-то уйдут те проблемы, которые были? Нет. Те проблемы никуда не уйдут. Они никуда не исчернут. Они останутся. Эти проблемы. И что будет? А будет то, что вы снова столкнетесь с тем же, с чем вы сталкивались до этого, по сути. Те, те же самые трудности у вас будут. И вот не совсем в данном случае понятно, осознаете вы это или нет. Не совсем в данном случае понятно, готовы ли вы к тому, чтобы еще раз, ну, столкнуть с тем же, с чем вы уже столкнули. Вот. Скажите, пожалуйста. Да. Вы его простите? Получается. Это очень важно. Это очень важно. Очень важно. Простили вы его или нет? По помощи поезды. Вы его не простили. Вот. То есть никак. Не отнеслись. Не прошли. А то, что произошло, просто, например, как-то вот себе подавили это. То я могу вас уверить в том, могу вас заверить в том, что эта ситуация начнет всплываться. Вот. Она начнет всплывать. Она будет всплывать. Почему? Потому что вот все эти чувства, которые у вас не нашли отклика, они проявляют себя. Да. Проявляют себя. Вот. И вам будет болезненно, вам будет тяжело опять. Поэтому, мой вопрос заключается в следующем. А если вы его хотите поддержать, поддержка является абсолютно нормальной реакцией, нормальным поведением. Вот. То, как кто. Вот, как кто вы будете его поддерживать. Вот. Если как супруга, я боюсь, что ничего хорошего без психотерапии, да, не будет. И зато, на мой взгляд, ничего хорошего. А если как друг, с которым вас спросил, вот, было что-то общее, да, если вы, как я уже сказал, там, простили его, да, если вы, там, готовы двигаться дальше и так далее. Да, может, в таком случае, в таком случае можно и чего, как бы, скрывать даже, наверное, нужно. Вот. Вот. Но если, если вы по-прежнему пытаетесь решить проблему отверженности, отвержения, вот, если вы по-прежнему, по-прежнему пытаетесь это, ну, как бы, сделать, вот, я могу вас заверить. Опять же, что из этого ничего хорошего не получится. Вот. Без психотерапии. Хотя бы, хотя бы вас. Хотя бы вас. Хотя бы. Хотя бы. Сильно. Сильно, да, и так далее. Вот. У меня тоже здесь родился такой вопрос к вам, да. У меня к вам родился такой вопрос. Ну, вот, если вы так сильно переживаете, да, то как вы думаете, из-за чего? Такое переживание, оно, из-за чего? Такое сильное, очевидно, переживание у вас. Вот. Из-за чего оно? Это переживание. Вот. То есть, на что оно направлено? Это какое-то, вот, чувство вины перед человеком, что вы себя, там, как-то вот, ну, как-то не проявили, например. Да? Ну, может быть, вот, такая история, например. Или что? То есть, вот, вот, с чем это связано? Вот это, ваше чувство. Вот. Понимаете ли вы, с чем это связано? Понимаете ли вы, что это, ну, что это за чувство? Вот. И так далее. Вот это, как мне кажется. Очень, очень важный момент. Ага, если вы в этих аспектах не будете отдавать в себя счет, вот, что вполне возможно вы все столкнетесь с негативными чувствами и самое главное, вернетесь в свое, может быть, прежнее какое-то такое состояние. Поэтому решайте вам, как действовать. Решайте вы, как вам поступать в этой, да и в любой другой ситуации. Решайте вы, на мой взгляд. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Я буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу, позволит вам определить для себя какие-то элементы психотерапии. Вот. Позволит вам определить направление психотерапии. Вот. Ну а я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь. Продолжение следует...